ПОЛИТИКА СТРАУСА Пашинянского режима Как передает Бахиха Бертове, Пашинян решил набрать баллы, рекламируя собственную жену. Учитывая низкую репутацию Пашиняна в стране, он решил использовать жену в своих интересах. Судя по всему, Пашинян осознает, что его слова никем серьезнее воспринимаются. Другими словами, поскольку угроза Пашиняна для всех незначительная, на этот раз он поручил это дело жене, так как жена Пашиняна организовала курсы по стрелбе на азербайджанских землях. И таким образом, руководство Армении продолжает свою провокационную деятельность на оккупированных территориях Азербайджана. По данным источника, по инициативе участия Анны Акапьян с 25 по 31 августа в одной из воинских частей на оккупированных территориях Азербайджана были проведены курсы, в которых участвовали 15 женщин разных возрастов и специальностей. Но самой интересной в сообщении армянских семей является вот эта цитата. Семидневной курс боевой и огневой подготовки для женщин состоялся в рамках кампании «Женщины во имя мира». Не перестает удивлять нас глупое армянское суждение. Выходит, Пашинян ведет разговоры по регулированию конфликта, а супруга премьера-министра Армении Анна Акапьян во имя мира организовывает курсы по стрелбе. Что поделать, понятие «мира» у армян ассоциируется именно со стрелбой в азербайджанцев. Вообще-то, что можно ожидать от авторов трагедии Худжалы? Ведь прежде Пашинян хотел набрать себе очки посредством службы сына на оккупированных территориях Азербайджана. А во время тавушских событий армянские военные обращались ко всем в соцсетях и выпрашивали остатки еды для голодных армянских солдат. Вместо этих проектов во имя мира Анну Акапьян следовало бы накормить голодающих армянских солдат. С другой стороны, армянские матеря, чьи сыновья погибли во имя оккупационной политики Пашинянского режима, которые проводили акции протеста во время тавушских событий, зачем Анна Акапьян во имя мира их оставила, как говорится, за бортом? Разве они не женщины? Судя по всему, политики Пашинянского режима похожи на политику Страуса Эму. Упрятав голову в песок, думает, никто не знает об этой лживой политике. Баки Хабар ТВ, Суами Булая, Улькар Фарман Козы.